Масштабы влияния наводнений, произошедших на планете в январе 2017 года, впечатляют. Уже те факты, которые официально обнародуются в средствах массовой информации, поражают своим охватом, ореолом, влиянием на окружающую среду, на людей и на условия, в которых проживают люди. Это действительно катастрофа планетарного масштаба. И решить ее на уровне поселения, округа, штата или области, всей страны, просто невозможно. Это задача для всего человечества. Это повод вспомнить, что все мы люди, и только нашим всеобщим объединением и совместными действиями можно преодолеть надвигающиеся катаклизмы. В течение января 2017 года от наводнений пострадало более 1 миллиона 355 тысяч человек, среди которых свыше 101,8 тысяч человек вынуждены были оставить места проживания и спасаться бегством от непогоды. Повреждено более 412 тысяч домов. Стихия затронула такие страны, как Ангола, Замбия, Иран, Италия, Колумбия, Оман, Филиппины, Французская Полинезия, Чили. В Таиланде тысячи селений были подтоплены. Это самое трагическое наводнение за последние 50 лет. В Малайзии несколько сел оказались отрезаны от внешнего мира. В Бразилии, в штате Рио-Гранди-де-Сул, на юге страны, в муниципалитете Ролантии, были повреждены мосты и тысячи домов. Свои дома покинули 5 тысяч человек. На Филиппинах более 60 тысяч человек пострадало от стихии. В США пострадали штаты Калифорния, Невада, Нью-Джерси. 4 тысячи человек были эвакуированы. В Аргентине, в провинции Буэнос-Айрес, местами в течение месяца выпала годовая норма осадков. Существенно пострадало сельское хозяйство. Почти 1 миллион гектар полей оказались под водой. В городе Лаэмилия дома затопило более чем на 2 метра. В Перу в ряде городов было объявлено чрезвычайное положение. Северная часть Германии пострадала от циклона Аксель. В регионе возникли наводнения. Был введен режим чрезвычайной ситуации. Подробнее о катаклизмах и стихийных бедствиях смотрите в еженедельном обзоре погодных новостей на нашем канале. Нужны срочные, экстраординарные меры, объединяющие людей в одну дружную мировую семью. Ведь никто в одиночку не справится с глобальными проблемами ближайших лет, будь то человек, семья, компания, город или страна. С этой целью и было создано Международное общественное движение АЛЛАТРА. Всенародное мировое движение вне политики и вне религии, которое на сегодняшний день уже объединяет сотни тысяч людей, более чем из 200 стран мира. Вся его деятельность направлена на дружбу и объединение людей из разных стран через совместные проекты, взаимопомощь, консолидацию усилий в созидательных делах. Нужно исключать всё, разделяющее людей, и изыскивать всё, что объединяет людей, делает их человечнее и гуманнее во всех отношениях. Только не люди могут противостоять такому всеобщему, реально всенародному объединению и сплочённой дружбе между народами мира. Объединение людей — залог выживания человечества. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.